Ну что ребятушки, всех снова приветствую, с вами как всегда Юрий Кот, мы продолжаем играть в игрушенцию Last Day on Earth Survival или последний день на земле, у меня 35 уровень в серии до этой серии, которая была, уровень был намного меньше и да, я здесь потихонечку качался для того, чтобы показать вам ну хоть что-нибудь, потому что была записана серия, потом я передумал, потому что в этой серии ничего интересного не было. Если вы хотите видеть эту игрушку чаще, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, ну а мы, собственно говоря, продолжаем. С чего бы начать? У нас есть пароль, пароль мы будем получать от бункера Альфа каждый день при помощи вот такого вот стола. Перехваченное сообщение, они прорвали оборону, последняя надежда, бункер Альфа, пароль 11256. Да, есть у нас вот такое вот радио, которое каждый день будет нам говорить о том, какой пароль, на какой пароль сменился предыдущий пароль. В общем, все понятно, да? Вы помните, что эту комнату мы с вами построили для того, чтобы сделать здесь вездеход, но потом я немножечко передумал, многие пишут, что нет деталей, Негде найти детали для чопера, негде найти детали для вездехода, но давайте я покажу, что же я нашел, пока я здесь прокачивал нашего персонажа. Открываем ящичек. Рюкзачки, понятное дело, очень нужная тема, наверное, если вдруг нас забьют, мы сможем взять этот рюкзак и тогда не будем испытывать никаких неудобств. Мы пойдем с этим рюкзаком и сможем положить намного больше вещей. Также у нас есть краски. Краска синяя, может быть покрасить чего-нибудь в синий цвет. Краска черная и есть также зеленая краска, но она лежит в другом ящике. Я не знаю, какой толк от этих флешек, возможно, вы напишите мне и скажете, для чего они могут примениться. Но, что касается вездехода, у нас есть бензобак вездехода. Массивный бензобак необходим для сборки вездехода и есть автомобильный тент. Прочный тент для вашего вездехода. Я так понимаю, это компоненты, которые нам нужны как раз таки для этого самого вездехода, который мы построим немножечко попозже. Сейчас у меня лежат здесь некоторые компоненты. У нас доступно аж целых 12 очков и мы сейчас попробуем их вложить во что-нибудь очень-очень нужное. Здесь предостаточно места, я предлагаю прямо вот здесь вот начинать и строиться. Хотя, наверное, нет. Слушайте, я вот не знаю. Скорее всего, придется застилать пол досками, которых у нас, кстати, немного. Поэтому нужно делать все очень-очень-очень аккуратно. Ну, давайте же посмотрим, что мы для начала сделаем. Верстак. Благодаря набору нужных инструментов можно изготовить гвозди. Я могу его изучить. Теперь вы можете создать предмет верстак. Хорошо. Есть у нас такое дело. Давайте прямо его и создадим. Почему нет? Замечательно. Где-то в инвентаре он у нас появился. Да, действительно есть. Мне что, водички нужно попить? Ой, давайте, наверное, ягодки применим. Чисто вот так вот, чтобы было. 38, 27. Потом сходим за водой. Продолжаем дальше. Швейный стол. Используется для работы с тканью. У нас тоже есть все необходимые компоненты. И для чего нам нужна, собственно говоря, ткань? Для того, чтобы сделать куртку, для того, чтобы сделать новую шапочку, джинсы и рабочие ботинки. Они помощнее, чем те вещи, которые сейчас на нас надеты. Бейсболка, рубашка, штаны с карманами и кеды. Давайте попробуем. Создаем. Хорошо, у нас по-прежнему 10 очечий. И это просто офигительно. Да, есть у нас аж целых два стола. Попробуем построить. Да, видите, ребят, необходимо застилать все это досками. И буду я ставить, наверное, все эти столы. Их очень много, кстати. Скорее всего, под вот эту вот стенку. Но нам нужны доски и нам нужны камни. Камней у нас предостаточно. Заберем. Вот так вот. Все лежит красиво. Все у нас лежит прямо вот здесь. Вот прям все просто замечательно. Да, я прислушался к вашему совету и решил постакать это все в ящики. Ну, типа доски к доскам, камни к камням и так далее. Опять хочется пить. Ну, блядь, ну что с тобой не так? Ну, идем попьем. Идем. Хорошо, уговорил. Не будем мы тебя мучить. Будешь просто ходить и пить. Вот, кстати, была только что зеленая краска. Применить. Применить. Ну, все. Я думаю, что тебе будет достаточно. Пожрем какого-нибудь рагу морковного. Которого, кстати, у нас тоже дофигища. Так, что нам нужно? Доски у нас есть. Камни у нас есть. Давайте застилать пол. Режим стройки. Выбираем. Улучшаем. Здесь улучшаем. Улучшаем. И улучшаем. Вот так-то лучше. Вот так вот мне все нравится. Ну что? Давайте попробуем поставить. Построить. Вот сюда. Установили. Теперь попробуем установить второй стол, который у нас имеется. Где-то здесь. Установили. Слушайте, ну ничего так. Нормалды. Просто офигительно. Продолжаем по нашим рецептам. Вездеход у нас уже изучен. По одежде у нас все изучено. Но чего-то не хватает. Наверное, камнерезки. Давайте мы ее тоже изучим. И теперь мы сможем делать из камней кирпичики. Которые, возможно, нам потом пригодятся. Учим. Камнерезка. Теперь вы можете создать предмет. Камнерезочка. Хорошо. Хорошо. Слитки. Нам необходимы слитки. Идемте их заберем. Короче, ставим все столы, которые здесь есть. Ааа. Слитки. 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 Слитки имеются. Порядочек. Камнерезочка. Создаем. Доски. Видите, как они быстро уходят. Сушилка для мяса у нас есть. Сушилка для кожи у нас тоже есть. Коля, ребят, я пока не хочу учить. Радиовышка. Штука хорошая. Но я не понял, где добывать стальной слиток. Получается, в плавильне и стальной стружке. Вот, ребят, я, честно говоря, без понятия. Куски ржавого металла можно переплавить в железный слиток. А вот как сделать стальной слиток, я, например, не понял. Я бы мог сделать еще стол оружейника. Но нет, я не могу сделать стол оружейника, потому что нужны стальные слитки, дубовая дощечка и гвозди, которые мы сможем сделать при помощи верстака. Насколько я все правильно понимаю. Также у нас есть стол медика. Мы его тоже пока не можем скрафтить. Но окей, давайте поглядим. Давайте поглядим, как здесь обстоят дела. Какие есть рецепты. Кусок ткани можно делать из травы и кусок ткани. Хотя нет, кусок ткани можно делать из травы. А плотную ткань можно будет делать из куска ткани. Я предлагаю пойти и положить туда дофигища травы. У нас ее просто дохера. Ну давайте посмотрим. Где она вся лежит, правда? Так. Ну да, наверное, один стак. Больше-то как бы не влезет. Двадцатка только типа. И все. Все. Пошло изготовление. Две минуты на изготовление одного куска ткани. Хорошо. Мне все нравится. Теперь верстачок. Железные слитки. Один железный слиток. Это одни гвозди. Не очень хорошо. Дело в том, что у нас слитков как бы не густо. Мягко говоря. Ой, не знаю, ребят. Ой, не знаю. Хорошо. У нас же есть еще один верстак. Построить. Поставим его куда-нибудь вот сюда. Устанавливаем. Замечательно. Так. Рецепты. Ну, два камушка. Это один каменный блок. Камни мы тоже можем сюда положить. Камней у нас тоже предостаточно, как вы видите. Будем все ставить. Ребят, будем все ставить, потому что нам все очень сильно пригодится. Как вы видите, в игрушки я далеко не ушел. Но нужно все изучать. И прокачивал я специально для того, чтобы показать вам хоть что-нибудь. Потому что наверняка вы уже все видели. Но мы не преследуем цели показывать какие-нибудь баги. Какие-нибудь секреты там и так далее. Ну, знаете, как иногда делают летсплейщики. Я хочу просто играть. И я хочу, чтобы вы играли вместе со мной. Растяжка. Да, здесь нам необходима дубовая дощечка, веревка и пустые банки. Пустых банок у нас просто дофига. Лопата. Вот лопату тоже, кстати, можно сделать. Но для этого необходимы гвозди. Радиовышка. Хотел бы я сделать. Торшер. Уже выглядит здорово. А с электричеством будет еще лучше. Но, блин, у нас же нифига нет. Дощечка с гвоздями. Здесь нужны гвозди, собственно, доски. И изолента. Но сколько она дает прироста, здесь не указано. И это не очень хорошо, если честно. Вот везде теперь все упирается в гвозди. Видите, как все продумано. Как все продумано. Знамя клана. Кстати, если мы установим радиовышку, позволяет найти клан, нанять рабочих и получить доступ к чату. Наверное, это очень полезная функция. Но я пока не могу ее сделать. Колья. Давайте сделаем вот эту тему. Почему нет? Других вариантов я просто не вижу. Шипастый молот. Десять. Десять слитков. Пять. Слушайте, хорошая штука. Оружие это вообще прежде всего. Глок я пока изучить не могу. Но для него и требуется. Видите, оружейные детали. Части для сборки оружия. Сделаны на столе оружейника. Для того, чтобы сделать стол оружейника, нужно найти стальной слиток. И вот я хочу тратить очки с пользой. Понимаете? Потому что, если вдруг по какой-то причине стального слитка нет нигде в игре, то получается, что мы впустую потратим это очко. И я, честно говоря, не встречал. Я не встречал ни стальную стружку, ни стальные слитки. Я не видел. Мне кажется, что их и нет в игре. Ну, сами понимаете, игрушка это не конечный результат. Как бы. Возможно, разработчики еще даже и не ввели. Окей. Окей, ребят. Стол медика. Давайте изучим. Для этого нужно будет 5 бутылок, 3 изоленты. Доски, в принципе, у нас есть. Слитки мы тоже сможем сделать. И гвозди. Гвозди, которые производятся при помощи верстака. Да? Да. Все совершенно верно. Колья. Ну, вот можно их как бы поставить. Но, блин, я не знаю. Лопата. Что с лопатой? Давайте изучим еще лопату. Дело в том, что лопата это древковое оружие для быстрых убийств и удобного погребения. Три очечья у нас остается с вами. Три очечья. Так, стол оружейника. Аптечка. Слушайте, вот хорошая тема. Учитывая, что у нас есть стол медика, я могу создавать аптечки. Спирт. Жидкий антисептик. Осторожно. Внутрь не употреблять. Но, для того, чтобы сделать аптечку, нам нужно аж целых три бинта. Понимаете, в чем дело? Давайте сделаем. Пусть будет две. Что с шипами? Тут двоечка. Я думал, что будет один. Вот, кстати, эту единицу можно было бы потратить на копье. Но копье это полная говняшка. И я не вижу смысла тратить на нее. Радиовышка. Это два очка знамя клана. Комнатное растение. Будет только занимать место. Вместо этого растения я бы поставил лучше какой-нибудь сундук. Торшер. Ну, давайте. Давайте попробуем. Вряд ли он будет светиться. И мне просто уже некуда потратить это последнее очечья. Но, тем не менее. Так. Камни у нас изготавливаются. В верстаке гвозди пока еще не делаются. Но я бы мог их сюда положить. И швейный стол. Да. Из вот этих штук мы сможем с вами изготавливать маленькие аптечки. Ну, те, которые бинты. Давайте изготавливать гвозди. Потому что у нас... Во. А что там зомби стоит? Стоит и ничего не делает. Слушайте. Ужас какой. Давайте, наверное, изготавливать гвозди. Гвозди это наше все. На них, в принципе, все и держится. Я сейчас покладу. Вот так. Вот 4 минуты. Хорошо. Окей. Так. А здесь у нас изготавливаются какие-нибудь слитки? Ну, что-то горит. Что-то горит. Да, да, ребят. Все работает. Все просто офигительно. Что насчет вездехода? Может быть, я смогу его в конце до концов поставить, построить? Идемте избавимся от этого зомби. Потому что он меня, честно говоря, немножечко смущает. Иди сюда, дружище. Иди сюда. Я смогу с тобой разобраться. Хорошо. Один удар молотком. И нет больше зомби. Что хотелось бы еще отметить? Смотрите. Возле этой машины, когда мы прибегаем, и мы в плохом состоянии, может находиться, кстати, медик. И если мы возьмем у него какой-нибудь один из медикаментов, то игрушка попросит нас посмотреть рекламу. Я не знаю, знали вы об этом или нет, но такая движуха действительно есть. Ну, хорошо. Хорошо. Здесь все отлично. Теперь мне нужно... Нужно поесть. Поесть, попить. Вот, кстати, и бутылочки у нас будут. Рагу. Давайте разбираться сейчас, наверное, все-таки с вездеходом. Значит, для того, чтобы сделать вездеход, нам нужны слитки, которые мы только что все, практически все, потратили. Нам необходимы доски. Нам нужны провода. Нам нужна изолента. Нам нужны болты. Давайте посмотрим, есть ли у нас это все. Возможно, в следующей серии мы будем строить этот самый вездеход. У нас есть изолента, у нас есть провода, у нас есть болты. Что там еще нужно было? Слитки и доски. Но доски есть, слитков нет, к сожалению. Было бы неплохо их где-нибудь заиметь. Их нужно изготавливать. Здесь 12. Окей. Я не против. Есть ли? Да. Вот это вот обязательно мы сюда тоже запихнем. Пусть слитков будет больше. Ну, а почему нет? 9 есть, 4. Это уже 13. Нам сколько там? 25 штук, по-моему, нужно было, да? Хорошо, ребят. Ну, вот как-то так. 13 минут по серии делать как будто бы больше и нечего. Поэтому давайте попробуем сходить куда-нибудь туда, где мы сможем еще прокачать себе уровень. Что же я хотел бы еще сделать? Сюда будем выкладывать все эти штуки. Кирочка нужна, не нужна, не знаю. Пока. Это ящик у нас, в котором лежит абсолютно все. Детальки. Детальки я запихну сюда. Резиновые. У нас есть кирочка. У нас есть немножко мяса. У нас есть оружие. Но оружие скоро придет в негодность. И нам нужно взять другое оружие. Давайте посмотрим, где у нас там есть аптечки. Все это, конечно, охерительно. Но нет. Так, ребят. Что еще хотелось бы сказать? Я нашел карту к бункеру Браво. Она у меня теперь есть. У меня есть две карты к бункеру Альфа. Но, по всей видимости, нам нужна только одна. И учитывая, что он уже открыт. И кроме кода там вообще ничего не потребуется. То есть, в принципе, эти карты, они уже бесполезны. Возможно, будет какой-нибудь вайп, перезагрузка локаций. И тогда карта понадобится снова. Я не знаю пока, как это работает. Также я раздобыл вот такие вот интересные штуки. Военные штаны. Жилет. Защита 9. Шапка. И глоки, собственно говоря, целых два. Давайте попробуем сейчас сходить, наверное, в какой-нибудь бункер. Один из. И посмотрим, что нас там ожидает. Я не знаю, что из этого всего получится. Но я предлагаю это все-таки сделать. Так, установили хорошую одежду. У нас есть два глока. Эту одежду я положу куда-нибудь сюда. Незачем нам ее с собой таскать. Так, еды нужно будет себе еще взять. Конечно же. Знаете что? Я вообще еды предлагаю взять побольше. У нас вон еще и ягодок немножечко осталось. Хорошо. Так, меня интересует еще вот такая монтировка. Получается, что я с собой беру абсолютно все. Все, что у меня здесь было, ребят. Кирочку я, наверное, оставлю. Ну что, давайте попробуем сходить еще раз в бункер Альфа. Так как нам здесь заняться больше нечем, возможно, что-нибудь получится. Так, у нас есть код. 11256. 11256. Хорошо. Уходим теперь с этой локации. Что у нас, как там дела с водой? В принципе, я-то могу ее пополнять и при помощи морковки потихонечку, да? Глок, 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 глок. Хорошо. Больше мне ничего не требуется. Давайте посмотрим, как у нас получится воевать. Уходим. Интересно, будет ли там закрытая... Слушайте, ну мне придется, наверное, на всякий случай, чисто на всякий случай взять еще карту бункера Альфа. Я вот боюсь просто, что я сейчас потрачу энергию и в итоге, типа, нифига не займею с этого. Поэтому, наверное, одну, одну мы все-таки с вами возьмем. Так, дружище, тихо, не шевелись. Не шевелись здесь, ублюдок. Я бы смог бы тебя еще раз убить, но два раза зомби говорят, убивать нельзя. Это не к добру. Так, забираем одну карточку. Ну и все. Вот теперь идем. Интересно, получится ли у нас пробраться дальше, чем мы с вами пробирались? Это прям, ну, очень интересный вопрос. Глоки у нас с вами есть. Но насколько они продержатся, вот это вопрос, конечно же, на миллион. Бункер Альфа у нас находится здесь. Бежать 33 энергии. Погнали, ребят. Ну, я уже в предвкушении. Заодно, кстати, и проверим, насколько является правдой то, что все зомби, которых мы с вами вычистили в одной из серий, по-моему, кстати, даже в прошлой, появляются там снова. Потому что я этого еще не проверял. Заходим. Так, нужно держать уши в остро, потому что здесь очень и очень опасно. Да, ребят, карточка нам не понадобилась бы. Здесь есть целая куча ящиков, в случае чего мы сможем сюда чего-нибудь положить. Так. 11, 256. Принять. Хорошо. Открывается у нас люк. Ребят, открывается у нас люк. Мы заходим в него и спускаемся на первый этаж. Теперь нужно делать все очень и очень осторожно. И самое интересное, что пистолет нужно будет оставить все-таки на того огромного толстяка. Потому что именно он является самой большой проблемой. Кстати, было бы неплохо урон его посмотреть. Урон 20, скорость атаки 3 и 3. Ну, типа он не такой уж и быстрый, да, как нам хотелось бы. Так. Так. Привет, дружище. Как дела? Кто здесь? Отвечайте. Вот. Вот их очень много, ребят, здесь. Просто дофига. Один готов. Слушайте, а кувалда-то просто волшебство. Второй готов. Ха-ха-ха. Нормально. Семь, блядь. Коси и забивай. Нужно по одному. По одному. Прям вот. Оп. Прям, слушайте, ну прикольная тема. Прикольная. Молоток. Это вообще нормальная тема. На вот этих вот, на вот эту вот толпу работает просто, просто превосходно. Еще один. И еще один. Готово. Готово, ребят. Но, но, как вы видите, наш молоток уже типа, ну, короче, все. И это, ну, не очень хорошо. Придется, видимо, опять побегать. И, да, я, пожалуй, возьму сейчас монтировку. Погнали. Погнали веселиться. Вовсю, как говорится. Так, кто мне здесь нужен? В первую очередь. А-а-а. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет, ребятки. Слушайте, а может быть я смогу еще поиспользовать молоточек? Как вы думаете? Блин, сзади, сзади кто-то идет, ребят. Это что, толстяк? Хорошо. Оружие сломалось. Ну, как хорошо? Это не очень хорошо. Но, тем не менее, я могу сейчас. Давай, 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 дружище. Руби его в капусту, ядрить, колотить. Ну, чуть-чуть, совсем немножечко остается. Вот так-то. А здесь мы пожрем ягодки. Слушайте, ну, сейчас у нас немножечко поспокойнее это все происходит. Согласитесь, в прошлый раз я вообще очень сильно кипишевал. И опасался, что нас здесь похоронят. Но теперь нет. Все просто офигительно. Но нужно немножечко пополниться. Знаете что? Я попробую на стелсе подойти еще к этим чувакам. Но они, наверное, меня заметят. Есть, есть, есть. Слушайте, выкашиваем вообще очень быстро. Хорошо. Пополняемся. Так, что у нас? Вот с одеждой, ребят, все просто очень плохо. Очень плохо. Нужно было брать с собой еще комплект одежды. Он бы хоть как-нибудь защищал. Вот здесь вот я откровенно ступил. Серьезно. Так, ну, давайте возьмем один глок, наверное. Тут токсичный толстяк. Так. Тихо, 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 спокойно. Я надеюсь, тебя хватит надолго. Да сдохни ты, ублюдок. Ну. Давай. Давай, давай, иди ко мне. Еще один готов. Слушайте, а того мы что убили уже? Он реально сдох так быстро? Да, ребят, он сдох. Смотрите, вот он валяется. И у нас еще осталось чуть больше четверти запаса пистолета. Нормально так. Нормальненько так. Так, запихиваем вот это вот сюда. Слушайте, ну та комната у нас как будто бы уже освободилась. Это значит, что мы в целом сможем туда пойти. Так, ребят, многие из вас написали в прошлой серии, что вот здесь лежат винтовки. Они-то лежат здесь, эти винтовки. Но я не знаю, как туда пробраться. Мне кажется, что это невозможно. Вот винтовка. Короче, стоят два ящика. Наверняка вы мышку не видите. И в этих ящиках за этой клеткой, за этой перегородкой есть автоматы. М-ки, насколько я понимаю. И это очень круто. Так, здесь мы взять ничего не можем. Разработчики пока сюда ничего не добавили. Но, блин, нужно убивать вот этого вот ублюдка. Да, дружище. Еще один готов. У нас остается четверть. И у нас есть еще один глок, ребят. Вот это охерительно. Бегун. А где же ты есть, сволочь? Сволочь ты такая, ну? Так, ребят. На ноги. На ноги. Валим отсюда. Быстрее, 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 быстрее. Я начал убивать вот того вот толстяка огромного. Так, еще один готов. Давайте глоку шатаем уже до самого конца. Повысим себе здесь все. Так, мне необходимо вот это за корлючка. Давайте его глушить. Давай, 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 дружище. Немножко остается совсем самую малость. Вот это хорошо. Вот это замечательно. Ребят, пока все идет по приборам. Относительно. Но, нужно завалить вот того самого главного. И этот глок у нас... О-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Это даже будет лучше, если я его здесь положу. Не подходи ко мне. Жирная мразь, не подходи ко мне, я тебе говорю. Слушайте, ну, все, по-по-по-по-хорошо. Все отлично просто. Мне нравится, как это все работает. У нас есть половина глока. Но, знаете что? Знаете, что мне не нравится? Дело в том, что там же остались еще всякие ублюдки. Давайте возьмем монтировку. Если там не будет больше этого чувака, то, в принципе, мы справимся даже монтировочкой. Так, здесь у нас есть бегун. Я могу пройти дальше, ребят. Да, я могу пройти дальше. Блядь, еще один. Ребят, еще один толстый, жирный ублюдок. Но мы прокачиваем уровень. То есть, как бы, в любом случае, хорошо, что мы сюда зашли. Интересно, а есть ли здесь что-нибудь? Вот он стоит, как бы, и он нас никуда не пропустит. Здесь тоже дверь какая-то есть, да? Хм, как быть-то? Я-то могу потратить, типа... Я-то могу потратить, типа, патроны на яростного гиганта. Но там ничего нет. Возможно, вот эта перемычка, это дверь, которая ведет дальше. Понимаете, в чем дело? Так, ты что за хер такой вообще, ну? Смогу ли я? Так, ребят, все хорошо, все получается. Практически. Да, мы их ушатали. Но мы потеряли штаны. Мы, ребят, потеряли с вами штанидлы. Хм. Так. Ну, мы продвигаемся. Мы продвигаемся. Прошли намного больше, чем до этого. Вот есть какой-то стол. Нужно открывать эту дверь. Это будет наше пути к отступлению. Блять, плохо, что здесь лутать ничего нельзя. Нужно проходить, аж хер знает куда, для того, чтобы на все это напороться. Какое-нибудь оружие, типа, ну там, лут какой-нибудь нужный. Вот это вот реально, ну, плохо. Очень плохо, честно. И у нас заканчиваются аптечки. И какого хера я сюда пришел без аптечек? Так, допустим, эту сторону мы с вами зачистили. Здесь ничего не лутается. Это печально. Это вот очень печально. Это, наверное, какие-нибудь жилые, ну, комнаты, бараки так называемые. Хер знает. И, ребят, я помню, что вот здесь у нас что-то было интересное. Давайте мы возьмем все-таки глок. Это ближайший лут, который здесь имеется. И мы-то можем не идти к тому толстяку. Короче, попробуем. Ай-яй-яй, зря, 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 зря. Надо было сначала вот этого ушатывать. Бегунца. Отлично. Новый уровень, ребят. Вот что и требовалось доказать. Получается, что мы пришли сюда как будто бы только за этим. Толстячки. Толстячки да толстячки. Ребятки, ну что, с вами нужно что-то делать. У меня все очень плохо с одеждой. Половина глока есть. И половина... А, я дальше не пройду просто. Ну, мы хотя бы знаем теперь обстановку, как это все здесь выглядит. Понимаете? Беги. Беги, беги, беги сюда. А вы не хотите попрыгать, типа, нет? По-моему, было бы очень прикольно. Беги, 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 беги. Беги. Беги, дружище. Так, 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 сваливай, сваливай. Я знаю, что меня убивают, господи, как же это больно. Беги. Нет, нет, твою мать. Ну так все хорошо получалось, слушайте. Ну, нам это на руку. А знаете почему? Потому что я-то смогу сейчас взять аптечек, я смогу сейчас взять одежду. И мы сейчас с вами зажжем. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Хотя, знаете, против вот того вот огромного толстяка мы-то ничего и не сделаем, к сожалению. Но будем пытаться. Будем пытаться играть честно. Вот это все заберем. Нам, наверное... А, у нас нет здесь никакого оружия. Я-то могу его как бы сделать, это тоже не проблема. Но мне понадобятся еще вот такие штуки. А, у меня же есть рюкзак еще. Или мне не нужен будет рюкзак. Давайте вот это все наденем. Так, надели. Аптечки закидываем сюда. Или даже... Или даже нет. Или даже не аптечки. У нас же есть морковная рагу. Вообще все охерительно получается. Туда нужно будет дровишек подкинуть. Аптечки я на всякий случай тоже оставлю. Дощечки здесь у нас крафтятся. Все круто, все просто... Вау! Но, блин... Как-то все печально. Так, рагу у нас занимает ячейку. Тот рюкзачок я заберу. Аптечки есть. Оружия нет никакого. Но я же могу что-то сделать. А что я могу сделать? Самодельная бита. Херовая штука на самом деле. Наверное, она прирост никакой давать не будет. Хотя... Вот монтировка. Монтировка будет получше. Дощечка с гвоздями. Слушайте, а может быть у нас там гвозди уже готовы? Давайте попробуем. Может быть получится ее сделать. А, всего четыре. Ну как так-то? Ведь было бы так офигительно, если бы я сейчас взял. Я, конечно, мог бы подождать, ребят. Для того, чтобы проверить новое оружие. И знаете что? Знаете что? Мы не будем ждать. Мы не будем ждать, потому что я боюсь, что персонаж наш, который там валяется, он просто пропадет. Ну а что же мне тогда с собой взять? Взять с собой монтировочку вот эту. Здесь нужны слитки, здесь нужна кожа. Хм. Ну слитки, конечно, это хорошо. И кожа тоже, но... Блять. Не знаю. Слитки есть. Кожа. Нужна кожа, ребят. Нужна кожа, кожа. Это наше все. Изготавливайся. Ну хорошо, у нас есть теперь хоть какая-нибудь защита. Все остальное мы покладем сюда. Пам. Пам. Ну и все, сваливаем отсюда. С едой все хорошо. И у нас есть рагу. Мы сможем им немножечко подкрепиться. 36 уровень, ребят. Это вам не цацки-пецки. Растем потихонечку. Я думаю, что когда мы все пооткрываем, когда мы все построим, когда разработчики еще чего-нибудь обновят, нам будет намного легче. Поэтому вот такие серии, они как бы тоже, ну, типа, необходимы. Бежать. Да. У нас есть еще кое-какой запас. Заберем сейчас рюкзак. Заберем свой пистолет. И попробуем захерачить того толстяка. Кстати, толстяка можно будет сейчас захерачить всего лишь навсего при помощи монтировки. Ну, типа, у нас же много аптечек сейчас. Много всего. Я думаю, да, это будет хорошей идеей. Кстати, все получилось как надо. Я вот переживал, типа, что мы не взяли с собой сменный комплект одежды, но толстяки нам помогли. Они знали, что у нас в голове происходит, типа, и говорят, ну, ладно, чувак, нет у тебя одежды, давай-ка мы тебя отправим нахер в нокаут, и ты пойдешь, пойдешь переоденешься. Ну, мы, собственно говоря, переоделись. И теперь пришли обратно. Глобальная карта. Вас легче заметить, если вы бежите или едете на транспорте. Я, честно говоря, не знаю, что это значит. Я думал, что когда мы будем передвигаться бегом, то на нас будут нападать какие-нибудь рандомные чуваки на карте. Но нет, ничего такого не было, ребят. Так, ну, у нас остались какие-то ботинки. Монтировку я возьму, пожалуй, вот эту. Рюкзак я сюда поставлю. Ну, ботинки, они много места не занимают. Ну, давайте пробовать, он там один остался. Че, нужно его выпиливать, там же лут хоть какой-то лежит. Не то, чтобы я пришел за ним. Я вообще пришел посмотреть, что из этого получится. Но, раз уж у нас есть возможность забрать этот лут, значит, мы так и сделаем. Привет, дружбан. Все, сдохни, валяйся. Ох, как ты отлично повис на батарее. Мужик, с тобой все нормально? Нормально. Вот и чудненько. Вот и ладушки. Так, здесь сдохлый хер валяется. Вот почему его нельзя залутать? Ведь это было бы так здоровски. И вон там стоит всего один тип. Его, кстати, нужно будет застрелить. И застрелить его придется из того самого Глока. Интересно, какой лут сейчас здесь будет лежать? Я, кстати, не помню, что мы нашли в прошлый раз. Но, по-моему, вот что-то такое мы и нашли в прошлый раз. Окейчик. Окейчик, ребят. Ну, теперь только пистолет нам в помощь. И знаете что? Мне кажется, что... Мне кажется, ребят, что его не хватит. А, я могу открыть вот эту дверь? Да, я могу открыть эту дверь. Пусть все двери будут открыты. Тогда мы сможем хотя бы петлять. Ну, получается, что дверь вот эта, наверное. Она здесь находится в комнате с толстяком. Уходим. Уходим. Становимся на безопасное расстояние. Убиваем. Убиваем, убиваем, убиваем. Я понимаю, что он, типа, не достреливает. Но, блин. Мне ссыкотно к нему подходить. Потому что я знаю, на что этот чувак способен. Серьезно. Но он очень огромный. Это, типа, военный, да? Какой-то яростный толстяк военный. Жордяй. Ну, у него, типа, вот какая-то военная цвета хаки. Бронька надета на нем. Это очень странно, знаете ли. Вот почему здесь ничего нельзя взять? Ну, было бы просто офигительно. У нас есть пистолет и... Знаете что? Да, ребят. Господи, здесь все заляпано нахрен просто кровью. Представляете, какой ужас. И знаете что? Судя по карте, там находится турель. Там, ребят, находится турель. И я не знаю, как... Что с ней делать. Сколько выстрелов ей потребуется сделать для того, чтобы я здесь лег? Дохлый. Слушайте, может быть попробовать... На картонах? Но она стоит. Она стоит. Блядь, она крутится еще. В какую сторону мы бы не пошли? Не, она... А-та-та-та-та-та-та-та-та! На 500, ребят. Просто на 500. На 500 хп у нее! Это просто дофига! Я не знаю, что делать. Я могу, конечно, попробовать пробежать. Но здесь нам... Знаете что? Пистолет нам здесь просто не поможет. Пистолет нам здесь просто не поможет. Здесь нужна винтовка. Она, по всей видимости, стреляет дальше. И... Ну, типа, будут какие-то варианты. Знаете что? Я не туда не пойду. Я туда не пойду. Знаете почему? Потому что я 100% сдохну. Я вот прям 100% сдохну. 500 хп это очень много. И если я здесь упаду, то все мои шмоточки, вот эти, ребят, они останутся здесь под обстрелом. Я их тогда не смогу забрать. В общем, будем думать, что делать дальше. Ребят, уровень у нас растет. У нас есть теперь 3 новых стола, которые помогут нам в выживании. Мы будем при помощи них что-нибудь делать. Эпичненькое. Будем крафтить оружие. У меня к вам только 2 вопроса. Сейчас мы будем уже возвращаться домой. Вопросы следующие. Первое. Как сделать стальные слитки? Где найти стальную стружку? И возможно ли это сделать в этой игре или нет? Вы обязательно напишите. И второе. Есть ли способ обойти эту турель? Или я все-таки действительно прав? Мне нужен какой-нибудь огнестрел помощнее. Ну, типа там М16 или что-нибудь в этом духе. Вот такая вот получилась зачистка. Где-то около полутора уровней мы с вами подняли. Я думаю, что это хорошо. Это тоже какой-никакой прогресс. Вы просите очень давно уже Last Day игрушку, чтобы она выходила на канале. Но вы знаете график. И вот, собственно говоря, получите, распишитесь. Я надеюсь, что вам все понравилось, ребят. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Котц. А пока, мои хорошие. Всем до новых встреч и до новых видео.